Уважаемые журналисты, всеукраинская спилка офшенных экономистов, рада приветствовать вас на сегодняшней пресс-конференции, посвященном одному из крайне важных на сегодняшний момент вопросов. Это тех угроз, которые связаны с продолжением кризисной ситуации в мировой экономике и какие же, собственно, непосредственно опасности возникают здесь для Украины и какие есть возможности у нашей страны для того, чтобы их не просто преодолеть, а возможно и выйти на качественно другой экономический уровень, использовать минусы в качестве плюсов. Пользуясь тем, что я уже включил микрофон, я, наверное, начну с себя и хотел бы отметить, что причины кризиса, который начался в 2008 году, не ликвидированы и хотя странам Евросоюза, Соединенным Штатам удалось несколько сократить дисбаланс между уровень потребления и реальным финансовым обеспечением этого потребления, все-таки тенденция к тому, что этот дисбаланс в ближайшем будущем может увеличиться, крайне высокая. Соответственно, нарастают финансовые риски, соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией долгового кризиса, который сегодня поразил многие страны Европы и вообще является серьезнейшей проблемой дальнейшего существования Евросоюза в том виде, в котором он есть. Эта же проблема по-прежнему сохраняется в Соединенных Штатах и, соответственно, эти проблемы вполне имеют вероятность в ближайшие годы усугубиться, что чревато сокращением уровня потребления в странах постиндустриального мира и, соответственно, сокращением объемов производства в такой стране, как Украина, несущей обслуживающую функцию. Это проблема дефицита, дефицита бюджета Украины, который не имеет сегодня ресурсов для своего поповнения. И мы знаем, что консолидуются кошти Держказначейства, уже начались затримки с выплатами зарплат, різного типа субвенций для населеня и так далее. Редактор субвенций, а матеріальних допомог Социально незахищенным верствам населення информации уже давно была очакивана, потому что не можно пройти бюджет з такими борговыми обязаньями. И в этом году, когда третина бюджета используется для того, чтобы обслуживаться и погашивать преднадцать продажи. Это не нормально абсолютно. И мы до этого уже пришли. Теперь проблема платежного баланса и валютной недостатности в Украине, так бы мовити, обнажилась, стала для всех очевидной. И даже Национальный банк постился до таких майже не рынковых, ну не те, что не рынковых, майже сталинских методов обмежения продажи валюты в руки громадянам Украины. Я простыми словами скажу, что сейчас происходит и почему мы видим очередной штурм греческого парламента толпой. Примерно похоже было в 70-х годах, в начале 70-х годов, когда бунты среднего класса, мы помним поколение хиппи, спровоцировали появление новой кредитной модели, активизация ипотечного кредитования, потребительского кредитования, автокредитования в развитых странах. Плюс одновременно перенос производства в страны с более дешевой рабочей силой дали дешевые товары. В первую очередь, конечно же, Китай на этом поднялся, ну и другие страны, такие как Индонезия, Филиппины и так далее. Распад Советского Союза в 1991 году дал Западу еще и дешевое сырье. Просто гигантские размеры очень дешевого сырья. Сейчас цены на сырьевые активы в разы дороже. И я скажу так, если бы сегодня была бы хотя бы половинная цена, вернее, вот на момент распада Советского Союза была хотя бы половинная цена от сегодняшнего уровня, то СССР бы до сих пор существовал. Добрый день. Треть составляют юридические, медицинские и другого рода услуги. И, соответственно, остальная треть – это финансовый сектор. Соответственно, кризис, возникший в 2007 году в США и перекинувшийся в 2008 на Европу и Украину, был рожден в финансах и является его законным продолжением. Европейским странам и Америке благодаря политике количественного смягчения удалось пережить острую фазу и сгладить самые сложные явления, которые были вызваны этим структурным дисбалансом. Это было сделано благодаря, если говорить просто, отпечатанию новых денег. Новые деньги были влиты в экономику, соответственно, были преоделены негативные моменты на короткое время. Тем не менее, это несет в себе большую угрозу, потому что начались так называемые валютные войны. Каждая страна – и Европа, и США, и Китай, и даже Россия, и другие страны борются за то, чтобы ее национальная валюта была дешевле.